Этот патч оттестировали пока на high-level рейтингах. Ну, надеюсь, что-то там вынесли, что-то вычеркнули для себя. Например, вот путь Варлока. Как тебе Варлок вообще в первой стадии? Я один раз видел в Китае сегодня, с утра, по-моему, он был. Зашел так себе. А кто-то же в интервью говорил из наших СНГ-шных ребят, я не помню, кто это был, но сказали о том, что Варлок — это герой, который сейчас легко фармит, может лес пойти фармить, просто с улучшенными фаталбонс, то есть сделать какие-то стаки, закинуть и просто начать получать деньги. При том, что раньше этот герой к подобному был практически не приспособлен. Он очень привязан к линии, он обязан охранять своего кэри, где-то харасить соперника, и на этом все. Сейчас герой, казалось бы, такое может быть незначительное для кого-то изменение, но по факту улучшает героя значительно, мне кажется, и я надеюсь, что Варлока мы будем видеть почаще. Все-таки его способности дарят нам и красивые файты, и в целом герой классный, просто подзабыт многими. Красивые файты дарит нам Варлок, но не частые, это, конечно, большой минус. Вот опять же, да, вспомнил я эту Варлока сегодня, но был на обычной пятой позиции, охранял там Спектру как-то, ну, проиграли быстро, не знаю, от Варлока я ничего такого не увидел сегодня. Но Спектра и Варлок — это линия из 2007-го. Да, и туда же, в этот же самый 2007-й команда с такими линиями и отправилась. Поэтому, ладно, загадывать не будем. Кины очень уверены этого Варлока взяли. Ну, собственно, комбо-брейкер, да, с другой стороны. То есть, как минимум, такого же Бэтрайдера закрыть можно таким способом. Ну, то есть, Бэтрайдер там пытается кого-то в лассо взять, увезти на Форстаффе, ты голема сверху сбросил. Ну, и вот как Бэтрайдеру его планы прервал. Ну, это как одна из опций. Не знаю, сколько это будет работать. На линиях, конечно, Бэтрайдер выглядит супергероем. Просто, не знаю, суперменом, супербэтменом, да, все-таки это летучая мыжа против Варлока и Тини. Ну, вообще, ни Варлок, ни Тини Бэтрайдеры ничего не делают. И LGD, мне кажется, первую стадию пиков закрыли с большим-большим перевесом. Интересно, что вот во второй. Shadow Shaman пока отлчикина. Очередь сил света выбирать герой. Чен. Чен, Чен, Чен. Про Чена я много наслышал. Арзик говорил в интервью, что новый Чен это прям какая-то имба. Потому что сейчас у него Divine Favor это пассивка, которая просто бафает всех твоих тиммейтов на ранних этапах. Причем достаточно серьезно бафает. Более того, я сегодня на Рике сам против Чена столкнулся, и меня вынесли за 17 минут. Ну, он просто идет вперед, душит тебя. Команда его регенится, лечится. Тяжело против Чена играть. Ну, вот сегодня мне довелось покомментировать матч, где Чен этой позиции, вот что он был, что его не было. Он ничем не выделялся, и спокойно Early Game против него пережили, а дальше продавили, потому что ближе к середине игры или к ее концу Чен без вещей как-то совсем не смотрелся. Без вещей, без уровня, конечно. Посмотрим, как будет здесь. Снова Лондруид. Сегодня Liquid с ним баловались, и Кин попробовали. Так, это Тинни куда? В сложную, я так понимаю? Или в мидл? А тут вообще какая ситуация. То есть для Кингейминг Лондруид, как и Тинни, как и Лондруид, так и еще несколько персонажей, это супер универсальные герои. Почему? Потому что и Eleven, и Old Chicken, и Waing на Лондруиде играют. И играют также Waing и Old Eleven на Тинни. То есть какая ситуация. Они очень часто на просцене выступают на этих персонажах. Причем одинаково хорошо имеют и Медведям, и Тинникам. Это супер универсальные герои для именно этой команды. И вот они, собственно, это нам сейчас продемонстрируют. Герои могут оказаться в любом месте абсолютно. У них нет конкретного игрока под этих персонажей. Каждый из них исполняет. Это прямо вот 100%. И Лондруид и в сложную может пойти, и в мид, и в легкую. Причем им не надо даже ролями меняться. Они останутся на своих позициях, и просто возьмут себе тот персонаж. И Аркварден. Аркварден, которому добавили крайне симпатичный аганим. Вот как он будет на практике на просцене выглядеть. Со всеми этими рунами. И будут ли его вообще этот предмет собирать. Либо же пойдут старым каким-то путем. Ну вот на бумаге, конечно, выглядит круто. Я сам потестил там тоже в лобби, как это работает, посмотрел. А потом, ну, почитал мнение там одного хай-левел игрока из Европы. На Reddit он писал, что, ребят, успокойтесь. Типа, гоним на Арквардене. Это вообще никуда не годится. Никто не будет тратить столько денег на то, чтобы там собрать себе элементарно там по руне себе и темпы с даблу. Это слишком большой ресурс. Это слишком много вливаний. Арк всегда нуждается в том, что он всегда не успевает за темпом игры зачастую. Потому что покупает мидас, там какие-то молнии, пику по ситуации. И вот в какой-то этот путь развития героя вместить аганимы очень сложно. Но это, опять-таки, по словам игрока, который на Арке, типа, очень много играет. Не знаю. Ну, про сцены, конечно, это не паблик. Поэтому тут, может быть, и аганим имеет место быть. На бумажке, да, прикольно выглядит. А вот на практике говорят, что... Ну, для Арк не место. Осталось 5 секунд. Но, наверное, многие аганимы не найдут должного применения. И будут появляться крайне редко. И из новых, и из измененных старых. Возможно, под такого Арквардена нужен еще один какой-то герой. В центр, который будет нуждаться в этих рунах. Но, мне кажется, от этого действительно плясать нет никакого смысла. Просто Аркварден. Вспоминаем старого Арквардена и смотрим исключительно на него. Да, ему немного бафнули таланты на 10 и 20 уровне. Но это, в любом случае, не совсем значительный баф. Так что ждем последний пик от ПСЖ. Ждем, кого они себе возьмут. Вообще, это... Да, он взлетает для... Ами. Значит, Аркварден. На легкую линию, получается. Арк хорош против медведя. Вот, они взяли его после медведя как раз тем, что Лондруид начинает пушить. И Арк, за счет своего филда, неплохо защищает там либо строение, либо, собственно, героев, тиммейтов, либо себя защищает. Потому что медвежонку, ну, нужно как-то будет забегать за спину, да, вставать в это поле, чтобы дамажить. А грамотно поставленное поле — это залог успеха против медведя. Поэтому, ну, многие, я видел, пытались так вот, кто играет Арком, против медведя катать. Есть такая опция. Ну, и Кин, так как мы не понимаем до сих пор, как они линии расставят. То есть, даже в теории невозможно героя сейчас предугадать. Ну, нужен ли еще один какой-нибудь жадный керри против Рейс Кинга и Арка, да? Вот так вопрос, если поставить. Либо усилить свой пуш-потенциал с шаманом и медведем. И попытаться закончить до того момента, как ПСЖ нафармит на своих двух корах. И, пожалуйста, это тот самый герой. И медведь, и Ликан в одном пике, такого я не видел давно. Да уж. Бахнули, так бахнули, конечно. Ликан Трофа. Причем, ну, как бы, надо понимать, что LGD ведь тоже гораздо пушить. У них есть Чен и Рейс Кинг с работягами. Это достаточно серьезное давление на вышки. Рейс Кингейминг тоже какой-то дикий ультра-пуш появляется с вардами, с формой Ликантропа, с его доминатором. Момент только один, да? Вот почему не хочется условно Ликантропу здесь... Ну, скажем, почему Ликантропу, например, здесь будет сложно? Хотя бы только потому, что Арк любит покупать Мидас, и Рейс Кинг тоже может играть через Мидас. И ты уже как-то приходишь, у тебя там какой-то Крипс Доминатора, у тебя какие-то Волки или Некрономиконами, там, хоп-хоп, что-то все подъелось и ничего не осталось. Вот это нюанс, конечно. И при всем при этом есть Шейкер, на котором ФВА великолепно исполняет и находит деньги непонятно, где, соответственно, Даггер наверняка у него будет и появится довольно быстро, как это обычно бывает. И против Шейкера тоже сложно на хайграунд заходить, против Бэтрайдера сложно на хайграунд заходить, потому что всегда может тот кого-то цепануть. Ладно, если не Варлока, да, чтобы тот попробовал сбить Лассо, а если самого Варлока зацепят, то что тогда? Так что любопытно, и если вдруг Кинг не попробует закончить быстро, то вот эти два Мидаса потенциальные у LGD позволят им в лейт выйти просто с гораздо более мощными героями, и там больше денег банально. Ну да, быстренько от нашего партнера прогнозик посмотрим, что по коэффициентам. На первую карту я вижу после драфтов на LGD 1.33, на Кингеминг 3.15. У кинов немножко там коэффициент понижается, конечно, то есть драфт не совсем плохой, так считают люди, которые ставят. Возможно. Давайте поглядим. В итоге получается, что Кины поступили следующим образом, а не Л Чикина на легкую линию дали им Ликантропа. Ну, соответственно, Дарк там, Варлок, да, Какаас играет на Шадо Шамане. Ну, Ваинг — это Мидовой Тини. Опять же, мы уже говорили о том, что он и в центр может пойти, и на оффлейн. У них такие исполняющие ребята, ну, Eleven на Лондроиде, собственно, и опять же, мог и Л Чикин катать, мог и Ваинг катать. Они за свою карьеру в рамках данной команды даже переиграли по нескольку раз на этих героях. Поэтому это как бы неудивительно. Большая ставка здесь, по-моему, на Тини делана. Раз он идет в центр, от него требуется максимально быстрое получение какого-то 8-9 уровня, чтобы был сильный прокаст, чтобы можно было выключать практически всех героев с него. На самом деле, тут действительно Тини 8-9 уровня убивает любую цель в одиночку, если до нее добирается с блинком. Он просто прыгает и убивает, а обеспечив численное преимущество, там и вышки будет. Несложно забирать. Посмотрим, как с этим справится LGD. Вообще, как это Тини сумеет постоять против Варквардена. Насколько хорошо будет двигаться F.I. по карте, как он будет мешать. Не знаю, мне Укин нравится пик. Вот прям нравится. Просто потому, что это что-то новое в какой-то степени. Вроде старые герои, но собранные вместе и дополненные Варлоком. Дополненные или в плюс, или в минус. Вот непонятно с этим Варлоком, как там пойдет. Кстати, перебирали мы с тобой Аганимы. Вот на Тини Аганим, мне кажется, вообще бешеный. Он такой классный. Ты не тестил? Нет, не тестил. Но примерно представляю, как это выглядит. О, я там тоже, нарядите, парочку нарезок смотрел с пабликов. Вот там вообще покупает стандартный билд себе. Там Shadow Blade, Саблю, Блинк. Казалось бы, да, ничего такого на урон прям особого нет. Но разваливает и там вносит чуть ли не две, две с половиной тысячи урона. Просто с одной способностью. Если у него есть Аганим. У него как раз Аганим был. И жуткий, жуткий, мне кажется. Жуткий этот Аганим, если, в общем-то, воспользоваться им грамотно. Где-то в драках нереальное количество урона. Засыпает просто близ стоящими елками соперника. 120% урона. Ну, там жесть, конечно. Надеюсь, нам Ваинг что-нибудь подобное продемонстрирует и покажет, как это должно работать. Так, ну что, игра начинается. Друзья, напомню, первая карта будет и вторая обязательно с этими командами. Надеюсь, что карты будут веселыми. Это то, чего... Если игра продлится минут 40-50, ставлю на 5 Аганимов откину. Вот так вот. Да. Каждому просто подходит. Идут райт-кликом, сносят трон за 3 секунды. Как-то так я себе это представляю. Это очень интересно. Ну, это при идеальных, конечно, раскладах. Вообще, линия нижняя у Кин смотрится слабовато. Вот просто как линия. Потому что, если там стоит Варлок и Ликан, то это два героя, которые едва ли могут что-то сделать Битрайдеру. Битрайдер, напротив, прекрасно себя чувствует. Харасит их, гоняет их. Горит постоянно со своим фаррифлаем. И эта парочка Варлок и Ликан, ну, разве что могут выживать и хилиться. И на этом все. Ликан как лейнер никогда не был сильным. Да и ничего в этом плане не поменялось. По-прежнему герой без способностей. И против него себя многие хорошо чувствуют. Найди мне хотя бы одну линию, где Битрайдеру было бы плохо. Там масса, на самом деле, игр вспоминаю, где Битрайдеры прилетали и умирали там по четыре раза. Где? Против кого? Да любые пары дизейблов. Нет, я вам конкретно про эту карту. Найдем мне здесь линию, против которой Битрайдер... Да, здесь? Да. Здесь Битрайдеру будет комфортно практически везде. Ну, в теории, Шаман с Медведем могут доставить неудобства. Да не, вообще никак. Ну, просто настолько... Ну, если Битрайдер просто где-то подставился, его поймал Шаман, то можно очень много здоровья потерять от ударов и Медведя, и основного Ландруида. Не, ну и стак рассуждать, то, наверное, да. Если кто-то где-то подставился. Не, при более-менее равном исполнении, конечно, для Битрайдера это вообще фри игра. На какую линию бы он не пришел. Здесь чувствуется вообще великолепно. Никто его выгнать не может. Он накидывает стаки на палма. Короче, везде будет играть первым номером. Вопрос только, какая там дабла или соло герои смогут хотя бы против него что-то выфармить. Потому что, вот смотрите, что дела учились. Он просто полетел, взял второй уровень. Настолько здесь герой идеально заходит, что, не знаю, Тарк вынужден ТП делать. И на других линиях было бы не проще. Придет Сол Чикину вместе с Варлоком, судя по всему, отгребать от этого Битрайдера. Тут, да, прям похоже на то, что Битрайдера должно быть очень много. Он здесь поизонирует себя как третья позиция. В прошлом патче мы видели, как Нави играют на АЦЛ, кажется, по-моему, они последний раз исполняли. Зайц любил на Битрайдере там катать очень много спейсов, очень много пространства создавал. А Зайцы, напомню, у них там четверка. То есть играли через Битрайдера четверку. Здесь же вот акцент делается на Битрайдера именно третьей позиции. Я вот с этим, кстати, полностью согласен. Потому что конкретно здесь для Битрайдера очень легкая игра получается. И почему бы не дать ему возможность еще и артефакты зарабатывать быстро. Ну, тут и альтернативы как-то нет. В теории только Шейкер может оффлейн занять. Ну, Чилис все-таки прекрасный исполнитель на Битрайдере. Он тоже не один десяток матчей на нем сыграл. И играл всегда, как правило, хорошо. Сейчас он пока просто получает экспу. У него есть уже сапог. И Варлоку желательно не высовываться и не ловить нам 2-3 стака. Потому что 2-3 стака Битрайдер полетит. Тебя обязательно остановят фиссура. И ты вынужден будешь, скорее всего, погибать в подобной ситуации. Ну, Лучикин пока грамотно стоит. Он старается вот волчатами своими и донать, и добивать чужих крипов. Крипстот он вообще пока великолепный. Так что Варлока действительно не высовывается. Там матпулами занимается. В общем, пока стоят, держатся. Держатся, что называется, держатся. А вот в центре, к слову, тут Тинни прям перестоял уже товарища Мэйби. 17 на 6 крипстот, 10 на 3 всего лишь у арка. Туайинг себя прям очень комфортно чувствует. Играл через первую-третью. На двоечку Эваланч взял, на единичку взял себе 3 грамм. И передамаживал, просто убежал крипу. Сверху пока Лондруид мало крипов добивает. Ну, Лондруид это такой герой, которого, если отпустишь на пару минут, он вынесет свой Мидас, а потом деньги сами пойдут. И персонаж, который в лес, может всегда сместиться, если вдруг совсем прижмут. Так что тоже товарищ гибкий, и про него не стоит ни в коем случае ЛГД забывать. Хотя на старте он, наверное, многого получать не должен. Ну, вот если так будет под вышкой, то и даже на линии сумеет что-то вынести. Пока очень спокойная игра, никто никуда не лезет, стараются просто крипов добивать. Тинни впереди всех. Бэтрайдер Лекану не особо мешает. Лекан прекрасно себя чувствует. Он всегда знает, что варлок, если что, похилит, задефит. У самого реген приятный. Так что Лекану помешать будет сложно. Чем дальше, тем сложнее. Ну там, да, ранний Доминатор какой-то планируется. Посмотрим, будет ли Мидас от Рейс Кинга. Будет ли Мидас от Арка в этой игре. Кто-то должен купить, по-любому. Вопрос, кто только. Арк-то 100%. Вот по ВК вопросы. Ну, по крайней мере, после того, что ТНС показывали, они дважды играли с этим героем. И дважды не покупали ему Мидаса. Они брали Фейзы Радианс. Вот так сразу. Ну и там какие-то расходники. Мелкие артефакты. Ну, как игра пойдет. Да, как линия сложность. По-разному. Если прям совсем легко, то можно и быстрый Радианс взять. Почему бы и нет. Отчаянно пытаются Ами вместе с Х-Новой напрягать спирит Бера. Они первого спирит Бера пробили до минимума. Он там Элевен просто перепризвал. Второго пробивают. Знают, что кулдаун пока еще запустился. Но еще не было прецедентов на то, чтобы, в общем, недвижонку просто убить. Чтобы заработать там лишние три сотни голды. Так что по баунте получилось. То есть, как я взял Чилисов Пай и еще одна баунте где-то, видимо, осталась. Остается для кинов. Как я тоже заберет. По две получается. Ровненько. Ну и Крипстаты мы видим у Кингейминга лучше. Пока лучше и Нетворс, соответствующий тоже этим Крипстатам. Пока просто больше добивают и больше имеют денег. Ну там разница, конечно, небольшая. Но все равно. Батрайдер начинает сжечь. Давайте посмотрим. Конечно, один пока без помощи Шейкер. Но Шейкер уже рядышком. Причем нажали глиф так, чтобы Крипы не погибли. Чтоб на Батрайдера вышка не переключалась. И О'Чекин сгорает. Ну вот то, о чем речь. Никакие хилы тебе тут не помогут. Пусть у тебя будет даже 11 хп регенов в секунду. 15. И пусть даже 20. Firefly под стаканным напалмом. Слишком много в нос. В тиренем мейбе в центре убивают. Стики использовал. Стики аварифайр. И все равно погиб. Пойдут еще. Темп из дабл можно было убить. Не получилось. Кака. Сейчас впитает в себя Спарка. Не должен убирать. Лоу хп остались и воин, кака, но... Самое главное, что живые. И ганг в центре он удался. Молодцы. Тинни пытается руну успеть взять. Фай не хочет этого отдавать. И забрал. Есть у него уже. А безможешь? Транквилы. Так. Бахни-ка ему. По башке. По башке давай ему. О-о-о-о. Это было здорово. И под шамана. Под волка. Под святыню. Ай, хорошенько. Ай-фай просто жмот. Ну, жадина чистой воды. Ну, пошел этот вот фраг делать. Не видя ничего. Не зная броду. Залез в эту воду. А тут его хоп и тоснули под противника. Прямо под святыню. Причем вот как комфортно. Лучикин только-только погиб. Ну, казалось бы, да. Линия испорчена. Я керри первой позиции. Меня тут на шестой минуте под вышкой убивают. Вернулся. Возродился. Ему тут фраг подарили. Компенсация, так называемая, на шейкере. Ну, нормально. Еще подфарминг здесь. Сейчас доминатор появится. Будет хороший таймер выставить. Шейкера, в свою очередь, соло ринг транквилы. Очень прилично. При том, что крипов не добивает. Но, тем не менее, первую строчку среди саппортов занимает до сих пор. Три героя в топ-4 укин. К концу восьмой минуты. И видим, что Аркварден несколько уступает. Вот это смерть, однако. Мидас будет себе покупать. Шестой уровень есть. А значит, еще буквально 3 минуты. И мы, может быть, и забудем про Арквардена на линиях. Сместиться на пилотов лес. Сверху там какой-то экшен. Здесь пытаются убить Амы. Амы добьют. Действительно получилось. Батрайдер прилетел. Однако, медведем получилось отогнать. Ай, медвежонок, беги, родной. 40 хп осталось. Живет. Ну, лассо, ладно, лассо. И тут тайник нужно тут забрать. Четверкий стак напалма под фаерфлайн. Сжигает чилист. Ну, чилист начинает свои огненные войны. Там прожег соперника. Наверх перетянулся, прожигает тоже. И первая строка, что в принципе ожидаемо. Там теперь аниму чикен. Так, форму прожал. КК подловил в очередной раз. Убивают шейкера. FY прям становится каким-то прям слишком вкусным формом. Стакки нашли вражеские. Которые теперь явно LGD попробуют отбить. Летит сюда Аркварден ради них. Летит не сам. Управляют копию. Бутрайдер. Нет, не хотят все отдавать. Поэтому стараются максимально отгонять. Бутрайдер здесь получит свои деньги. Разворачивает скины. Настойчивые ребята. Самых вкусных крипов хотят забрать себе. Ну, может получиться. Но просто у Бутрайдера маны нет. Она закончилась. Шекер четвертого уровня. Четвер пятого уровня. Ну и никак. Все-таки кентавр захватчик будет захватчик. Финис, прокаста. Хорошо. Как комбинация у них здорово работает. Бутрайдер скака. Бутрайдер скака прям. На дефайм просто издеваются. И файт три смерти подряд. Только турок этих ребят. Старт твайл был хороший. С фрага, с асиста. А теперь три убийства на нем. Шекеру больно. Но очень важного героя убивают. Потому что, учитывая агрессию Кин, учитывая, как они рано собрались вместе, для того, чтобы пушить вышки, просто, так скажем, позднее появление блинка на шейкере может сильно сказаться. Варлок тем временем почти получил... А вот, сейчас получил шестой уровень на нижней линии, когда Ликан его бросил. И таким образом, команда сейчас реально может пятером собираться, идти вперед. И у LGD, вот для того, чтобы драться пять на пять, нет практически ничего. Бэтрайдер полетит, развернется и улетит, когда увидит всю эту массу. Кин, в свою очередь, использует варды и шамана, для того, чтобы спушить Т2 на топе. И LGD, скорее всего, на это не отреагирует. Нападают на Бэтрайдера. Ну вот он здесь постольку поскольку. Тревел есть, но они не сильно усиливают его в файте. Держаться на LGD. Конечно, ультимативный пуш у соперника. Пробивают тебе вышку. Забрали уже две сразу, причем на верхней линии. В целом, это, конечно, дает возможность скингейминг еще и чужой лес теперь занимать. Походу, игры там варды. Ставить, бегать, гангать. В ответ, конечно, снизу тоже одну разрушили, ребята, из LGD гейминг. Но понятно, что Рейс Кинг своими работягами сравниться с вардами Шадо Шамана и с Ликантропом, с Доминатором, не может. Поэтому пушить, конечно, кингейминг куда эффективнее. Ну, действительно, шейкеру нужно набирать на блинг. Бэтрайдеру нужно уплотняться, чтобы позволять себе залетать. Так вот перед носом соперника Firefly след оставлять, чтобы замедлять пуш оппонента. Вот на сопо, что? Пока чилис отыгрывали всю команду. Да, убили. Хоть и Шамана убили. Там, вот, ценного персонажа. Но, тем не менее. Любопытный билд у Лондроида. Он все-таки не стал себе Медас брать. Он купил себе Меднес. Дальше решил брать Радианс. Ну, с Меднесом еще быстрее будут вышки падать. Сейчас у Шамана появится ультимейт через несколько секунд. И вот, интересно, пойдут ли они снова что-то пушить вниз или в мигл. Да надо бы, вроде. Что им мешает? Чего не мешает? Ликан попутно себе не корономикона фармит. В принципе, по стандартному раскладу идет. Но вот Медас появился у арка. Мэйби хорошо. Надо бы быстрее добираться до своих молний. С молниями отбиваться будет проще. Хорошая позиционка FI. Я спалил Смог. Сразу поднимается на хайграунд. Знает обо всем арк. Получил информацию как раз-таки от своего суппорта. И Мэйби должен жить. Хотя набегает. Набегает Ол Чики. Но вот тут же перепризвали к Глиняного Голема. Неприятный. И снова тут же нажимает ультимейт, чтобы под кельт. Волчительный крызет. И конца под полтоматцами. Очень больная к Снове. Как остановить? Непонятно. Пытается Мэйби бодиблочить. Как-то их снова криты работают. Волки грызут. Забрали. В центре драка тем временем. Шейкер ультанул. Достаточно урона нанес. Чтобы Бэтрайдер просто пошел и начал сжигать людей. Первым упал Медведь. Дальше можно продолжать погоню за Варлоком. Там три стака. Вот он стан Атамы. И Варлока также убили. Минус три. При этом отбили вышку. Еще и Вардов немного забрал. Арк Варден. Еще немного денег заработал. И вот уже LGD повели. Отбились. Собирались вместе с King Gaming. И LGD просто напали, убили. В принципе, особо-то даже без разменов каких-то. Убили себе по Drums of Angels. Что Амир, что Чилист взяли себе по барабанам. То есть просто укрепились. Бюджетный артефакт собирается легко. А зато статов на ранних этапах дает много. Для драки прям идеально. Да. Примерно две с половиной минуты назад упала вышка сверху. Тедвант. И у Шейкера на тот момент было 450 золота. Сейчас у него 2000. И до блинка он, тем не менее, добрался невероятно быстро. 14-ая минута. При том, что у него три смерти. F-Fight как обычно. Как обычно. Как обычный F-Fight. Надоел, да? Вот это вот. Хорошо играет. Это как Джабс на Шадон Шамане. Тоже где-то деньги берет постоянно. Вот и здесь такая же история. Когда-нибудь сыграй плохо, да? Наконец-то. Дай поводу сомниться в твоих возможностях. Не дает таких поводов. Играет прям как лучшая четверка мира. Ну все, она блинк сейчас натерпит. И будет уже подрывать. Как приятно, конечно, влететь там в Ликантропа и его толпу. Просто бахнуть разочек. Ну если не убить, то забрать всех сомонов. Так. Воинг снизил. Тоже хочет блинк дакер. Но и вот кто же почитает. F-Fight последнего не палился. Есть лассо. Последний фаерфлайер. Флембрэк. Много магического урона. Киссура тотемы. Воинг стики. Подбрасывает патрайтера. Но патрайтер не отпускает. Слишком быстрый. Успит 484. Но ты не уйдешь. Никак. Как ты не хотел. И что забавно. Воингу сбили тайминг по кокуу блинк дакера. Он сид кукует в таверне. Блинка нет. Шейкер благодаря этому убийству сейчас блинк уже приобрел. И Шейкер выглядит уже посимпатичнее, чем Тинни. Внезапно. Хотя Тинни мид, а Шейкер 4. Ну как-то не сработал вот этот план с сильным Тинни с центра. Который получит левел и будет всех взрывать. Когда левели не подставляются, они исключительно обороняются. Сначала вообще две вышки отдали сверху, когда в мид подошли Кинд. Они просто отбились и дальше как-то учили доминировать. Тоже ведут по золоту нормальную сумму. Не они должны везти. У них-то лейт сумасшедший. Насколько силен лейт у Кинд, сказать сложно, учитывая эти, так скажем, предметы, которые герои собирают. Все-таки расчет есть на быструю игру и пока Кин не удается. Две вышки, пока это их максимум. Две вышки сверху, быстрые, а дальше остановились. Ну вот это вот проблема ультимативного пуша. Когда что-то перестает получаться, все. Прям чем заняться, какой придумать альтернативный план действия, не совсем понятно. На топик, кстати, расчет. Удалось поймать ВК. Да. Там, скорее всего, дважды его заберут. Помощи никакой не видно. Шамана будет хик через секунду. Ну и тени в любом случае с дизейблами. Минус. Амы. Загулял. Задержался, я бы даже сказал, сверху. Ну да, что и было накрасно. Соблазн уфармить себе на Сакротрелик. В итоге, кстати, перед смертью купил рецепт. Теперь еще 2000 нужно на Сатарате. Полоценный Ардианс. Как же ты любишь, да, когда рецепты сначала? О, я обожаю. Особенно, когда игра заканчивает, у тебя все еще рецепты. Атака нашли настоящего. Воинг прыгает через блин. Вот здесь можно и защитить, на самом деле, Хендов Гад. Пошли голем. Голем сбрасывается и Мэйби просто уходит. Потом оболонцы, конечно, действуют. Я думаю, что не допустим. Да, плюс это не нет. Да, обидно, конечно, голема вот так тратить. Вроде как надеялись убить, а по факту не продолжили атаку. Команда остановилась, развернулась и ушла в другую сторону. И теперь уже LGD пойдут в атаку. И у них по-прежнему есть и Хаслэм. У них есть Лассо. У Бэтрайдера сумасшедшая скорость бега. Вот, находят Шамана. Шаман точно не жилец. Может быть, с Медведем здесь поговорить. Действительно, заработать на нем немного денег. Лассо на Медведя. Три соточки. Идите сюда. Вкусные. Родные. Вдальку дабам повесили. Пенитанс. Брэк. И Ами забирает себе три сотки. Наррадианс. Позже пойдем. Ну вот, простая истина. Не добиваешь ты, добиваю тебя. Да, и киды пошли. Огромнейший соблазнен, конечно. Пить арка. Кинули голема. Голем потратили. Дружи. Ну, LGD поняв, что никого не потеряли, развернулись и убили сами. И того преимущества уже три тысячи. Да, ну, определенно точно можно сказать, что пуш, ранний пуш от команды Kingchemicals захлебнулся, его больше нет. Все. Надо перестраиваться на другой план. Фармить себе артефакты. Потому что совсем скоро уже всякие некрономиконы там и доминаторы длить просто кормом для команды LGD дополнительной. Пора подумать, что это ПКБшка, может, пока что не знаю. Ну и очень-очень-очень много фарма, нужно еще и медведь. Нажимают смог, побежали кого-то искать. Расканировали нашу область. Ну, тут Шейкер на блинке, да еще и на хосте. Ну, как ты его поймаешь? На реакции еще и упрыгнет просто в сторону. А пока тратит свое время драгоценный ребятный скин в центре, тут и через верхнюю линию распушивает, снизу спокойно фармит. Аймя. Когда используется такой пуш, хочется иметь какие-то все-таки командные артефакты для того, чтобы заблокировать урон от Шейкера, от Бэтрайдера. Возможно, так. Вот этот врыв хороший, потому что был совершен именно на F.Y. F.Y. погиб, моментально выкупается. И Кин могут отступить, на самом деле. Хотя варды стоят, нет. Надо забирать, конечно, тавер. Пытаться это делать. Бэтрайдера пока нет на линии. Чена, тем более, нет. Опасаются. Опасаются, что Шейкер может прыгнуть. В любом случае, байбэк хотя бы выбили. Уже неплохо. Плохо, что поймали Шамана. В своей контратаке LGD. Поймали еще одного героя. Он, пожалуйста, их слэм потрачен для того, чтобы убить Медведя. Левен. Идус. Да, вот в плане погони, конечно, LGD тут суперкрутый. Потому что Бэтрайдер, он под бешеным мувспидом. Он тебя, в любом случае, догонит. И не отпустит ему там и Торвала, и Барабана, и, соответственно, Блинк Даггер. А еще и другая комбинация, чем суммонящий Шейкера. И когда Шейкер прилетает, он сразу использует Блинк и Фиссуру. Представьте себе дистанцию, которую он сокращает в одно мгновение. И с какой дистанцией он потом еще и соперник отцепляет. Так сейчас и произошло с Медведем. Казалось бы, ну, на безопасную дистанцию уже Левен убежал. И просто бы, ну, все, окей, уже жив, здоров. Уже подумают о том, как он будет собирать себе сейчас вкусный-вкусный Радианс. А по итогу Фиссура прилетает, и он никуда не уходит. Все это еще и под контроль Баунтиру. Ну, Чикен тоже, конечно, на сверху две забрать. Он так побаивается, аккуратно идет туда. Но две снизу, железный для команды ЛГТ. И у Ким Пик такой еще немобильный, статичный. Там разве что Ликан как-то может по драке перемещаться. И то, пока контроля на него хватает. Но все остальные герои, подставьте они под удар. Они, скорее всего, не уходят. Очередная смерть. Снова Шаман. Пятая уже для него. Снизу уже Т2 вышки нет. ЛГТ могут продолжить фармить, им торопиться-то некуда. Каким должны торопиться? А, ЛГТ настолько крутой пик в защите имеют, что могут позволить себе играть сейчас как угодно, имея такое комфортное преимущество. Ну, да-да-да. Конечно, не надо торопиться. Мы же хотим посмотреть на Аганима Тарк, правильно? Весь мир хочет посмотреть. Мэйби, как это работает. Надо ли вообще приобретать или нет? Потому что, ну, Мэйби однозначно в новых патчах можно назвать всем игроком, который может стать законодателем моды, правильно? Если вот он покажет то, что сейчас Арк Вордон с Аганимом, ну, просто разваливает и прям вообще ничего не сделает, тогда, конечно, начнут многие покупать на его примере. Потому что у Мэйби, ну, признаемся, многие подсматривают геймплей, да, многие учатся с его реплеев и так далее. Ну, один из лучших митеров. Да и даже молодая кровь в Китае, она тоже говорит в своих интервью, что учились по... Ну, просто от того, как играть. Мы смотрели на его исполнение. Бабли, будем просто. Ну, ждем Марка, ждем его. Терене нападение на Амипа, что? Ставят Ворд, очень много трачу, убить его первый раз. Хороший филд. Этот гадный Амищий поддерется, еще и ретенится. Надо забрать его хотя бы первый раз. Ой, как много. Эфиссуры закрыли. Лассо, Ликантроп, куда что залетел? Там колен, чтобы спасти. Ну, нет, Ликантроп просто умирает. Аркш. А в итоге Амип отбирал только одну жизнь. Даже не смогли РС Кинга забрать. Очень хотели дистанционно его уничтожить. Но не стерпел Ликантроп. Волк забежал. И забежал прямо лапами в руку. В итоге слишком большие потери для того, чтобы одну жизнь ВК выбить. Это и Ликан, и Голем, и Варды. Ультимейты с огромными просто кулдаунами, без которых Кин в драке заметно слабее. И ЛГД этим пользуются. Моментально пошли бить Т2-вышку. И тоже достаточно быстро с ней способны справиться, если, конечно, крипы подойдут. Но крипы далеко. И Тини. Теперь планируется какая-то контратака от Кин. Они очень хотят кого-нибудь не отпустить. Но там и Фай. Издалека отзонил Фессура, и команда просто оттупает. А Варден уже в миде. Извечная проблема Тини. Когда ты играешь на корр-позиции, ты случайно так, совсем нечаянно, нехотя, конечно, конечно, Ваинг этого не хотел. Но так получилось, что он превратился в субпорта богатого. У него блинк подстав. Но ты не тот Тини, знаете, который там, ну, саблю, не знаю, аганим, БКБ, какие-то там молнии, кираса, да и далусы и прочее. Но это вообще не про это история. История про то, что Тини там выформил себе свой блинк. Особо цели для атаки не нашел. Прямо, блядь, очень скромный, только, да, для мидера. Ну и вот. Айтемов мало, очень мало. И, ну, надежда на то, что он соберет себе прям супер дорогостоящий артефакт пока тоже нет. Ну, вот Блэйдмейл себе хочет купить, ну, видим, аганим поставил быстрый зал. Ну, при такой игре, где твоя команда фармит, и ты тоже должен, вроде как, фармить, тебе и денег меньше достается, и фраги ты не термешь, короче. Темп слабый, весьма слабый. Десять еще, что-то матовится через смоук. Десять это, конечно, очень много. КК, кажется, готов умирать. Упрыгивать на блинке на реакции. Но что есть реакция против быстроходного бэтрайтера. И фиссуры. Если на фиссуры, это что, не забатит? Как же быстро падают вышки, действительно. И можно даже пойти на хайграунд. Понимают, что голем до сих пор в кулдауне. Прекрасно тайминге LGD. Шамана 30 секунд не будет, голема не будет. Еще в районе 15. Четверть вышки пробили. Может быть, пробьют еще. Да, остаются. Так, ну, с пушем у команды кин не получилось. Что там с Диффенсом? Надо как-то защищаться. Что-то Тарк-то все-таки оставляет темп с дабл. И Рейскинг нет. Нет, так поднимается на хайграунд. Все-таки три вышки пробивает. Надо что-то делать скин. Ну, не хватает на Аганим здесь Варлок. Очень прилично не хватает. Тиний максимум может кулдаун дать свой рассказ. Который уж я бы тоже не поменялся. Ну, вот пошел Чекин. Побежал, я бы даже сказал. Включив свою форму, на кого будем нападать. Рейскинг останавливает Некрономикона. Будет драться. Есть, конечно, перерождение. Килипик снова. Лассо пошло. Зацепили КК. За спину пытался напасть. Сейчас быстро вырубит. Но там и вафают. Вот это, я тоже не знаю, вафают КК. Такой вот разъем получился. Цепляют Олд Чекина. Олд Чекина форма прошла. Големы сбрасываются, но не самые уверенные. Рейскинг тем временем. Тебивает Варлока. Минус Ликан. Старая курица умер. И все. И все, один в три. С големами, кстати, как-то все плохо. Я смотрел. Думал, может быть, кто-то рядом окажется. С нужной целью. Но нет. Он просто големы ради... Бросил ради того, чтобы бросить. Все. Опять потрачен ультимейт важнейший. Опять 150 секунд без големов. И вы теряете линию. Все как-то слишком легко для LGD получилось. Скорее всего, на этой карте я мало верю в то, что Кинз умеют здесь отыграться. 17 тысяч именно сторона. И вы должны были пушить. Вы снесли три вышки. Четыре. За все время. Уже не давит, уже не пушит. На самом деле, тут уже оверфарм. 17 тысяч, что тут говорить. А как тут будешь пушить, если соперник тебя просто... И по левелу обгоняет, и по надворусу, и, соответственно, по артефактам? Тоже никакому пушу речи быть не может. Ну да, пошли вот эту ультимативную стратегию, ребята, из кингейминг. Ну, как обычно бывает. Когда ты играешь объективно против более сильного тебя оппонента, ты хочешь удивлять, решили удивить вот таким набором кор-героев. Тинни, ликан и медведь. Получилось, что получилось. Хотя, вот, были такие позитивные моменты. Они же, ну, реально давили. Там очень быстро снесли первую вышку, вторую. Потом что-то остановились и дали возможность с ЛЖД добраться к артефакту. И уже тогда, конечно, было тяжело. Ну и вот пик, который вообще никак не сражается с бутрайдером. Это, конечно, нюанс. Просто посмотрите на Чилиса. Я сразу сказал, что для него это будет триигра. 5-0-1 стекает парень. Максимальный импакт бутрайдера. Максимальный. Очень комфортно. Рейдинты пытаются сейчас помешать сопернику забрать Рошана. Понимая, кингейминг, возможно, это их последний шанс вообще за игру зацепиться. На этом Рошане навязать какую-то драку. Тут с умонами сейчас быстро будут разбираться. Шиву просто приобрел рейс кинг. Кредиан с шивом. Разбираемся с умонами просто на раз-два. Рейдер ждет момента, чтобы ворваться. Между прочим, по трудным волшебства хочется Лассу, конечно, дать. Фиксует его как ААА. Но пока просто Хельмс без положения. И Ликантроп активирует форму. Ну и что? Кинг разворачивается. Под сильным замедлением. Ему особо далеко бегать не надо. Он стоит на месте и просто бьет. Ликантроп бегал. И опять его подловили. Подловили. В боях пытается контр-иницировать. Неплохо, кстати, про каст. Забрали Ченнер. Из Кинга выбили реинкарнацию. Но Лчикен со мной погибает. Как-то вот любитель. Лчикен нас под поводок, представляете. Через прям действительно накидывает на него вот этот поводочек. И все. Ну и Old Eleven сдался. Найс попушили. Восьмая минута. Сдаемся, ребят. Ну все закончилось в тот момент, когда Кин провалили первую атаку на первую центральную вышку. Очень легко отбили все ЛДД. И затем у Кин даже попыток не было. Они просто лбами сталкивались с соперником и умирали. Либо ЛДД их ловили благодаря Бетрайдеру и Шейкеру и убивали. И вот эта стратегия, у которой практически нет плана Б, Кин, как оказалось, провалилась. Надеюсь, что другое они покажут на второй карте. Потому что пока, ну вот так, ЛДД переиграть невозможно. В какой бы форме там они не были. А они видно, что в очень приличной форме. И явно пришли сюда как минимум за финалом. По настрою. Ну ладно, по первому матчу судить не будем. Тем более и соперник какую-то ерунду напикал. Но ЛДД тут и ярко разогрели своего. И Челис там на Бетрайдере кнопки потыкал. Так что все в порядке. Да, действительно, ЛДД пока на первой карте вопросов к ним нет. Ну разве что и файт три раза подряд умер. Это он, конечно, был неправ, погорячился. Но ничего страшного. Ладно, друзья, первая карта прошла вот таким образом. 1-0. Будем ждать от второй карты чуть больше интриги. И чуть лучших пиков, наверное, от команд. Так что пожелаем вам удачи. Сами прервемся на паузу. И скоро вернемся.